Рождество Христово Рождество Христово Рождество Христово Рождество Христово которые бывают лишними у года. Вот когда это было высчитано, то было решено Западной Церковью перейти на более точный календарь. И в силу того, что он, этот расчет, появился через определенный промежуток времени, после того, как юлианский календарь был принят, то тот промежуток, когда не было понятия високоса, то было решено отступить от датировки по юлианскому календарю на 13 дней, накопившихся за этот огромный промежуток времени. Я понимаю, что это, может быть, на слух звучит не совсем понятно, но речь именно об этом. И вот Западная Церковь принимает григорианский календарь. Русское православие живет по юлианскому календарю. Надо сказать, что после Октябрьской революции в священном начале русского православия была предпринята попытка перейти на григорианский календарь. И мы понимаем, что это отчасти было связано тем давлением, которое совершалось светскими властями. Но как только святитель Тихон увидел, что это грозит серьезнейшим расколом в православном обществе, отказались от этой возможности. Но вот вы говорите, что сейчас несколько поместных церквей есть. Да, есть действительно несколько поместных церквей. Но здесь мы, может быть, не можем говорить или оправдывать, или не оправдывать то, как эти церкви и живут, и почему они живут по григорианскому календарю. Ну, чаще всего это связано с тем, что верующие этих церквей – это верующие, в общем-то, западного социального социума, поэтому для них это данность, которая является непререкаемой. То, что касается нас, то есть мы можем гипотетически задать вопрос, если мы перейдем на григорианский календарь, чем это нам грозит? Будут ли какие-то серьезные передвижки, которые не совсем оправдают, ну что ли, нашу церковную, богослужебную жизнь и все, что с ней связано? Мы можем сказать, что будет, в принципе. Вот смотрите, мы знаем, что у нас есть понятие праздников так называемых приходящих и неприходящих. Мы знаем, что у нас есть праздник Пасхи. Вот если, допустим, мы с вами имеем Петровский пост, то мы знаем, что он имеет отправной точкой, в принципе, от праздника какого? Передвижного, не неподвижного, от праздника Троицы. А заканчивается праздником неподвижным, то есть памятью святых апостолов Петра и Павла. Но дело в том, что в жизни церковной может случиться так, что Пасха будет такой поздней, соответственно, и праздник Троицы, и неделя всех святых, что она, эта дата, неделя всех святых, после которой начинается Петровский пост, придется уже после дня святых апостолов Петра и Павла. Может ли пойти церковь на то, чтобы допустить, чтобы не состоялось Петровского поста, который освящен многовековой традицией? Конечно, нет. За этим, опять же, скрывается проблема раскола церковного. И здесь для того, чтобы не искушать, не соблазнять верующих православных людей, да и всю церковь, можно сказать, мы говорим, что живем по юлианскому календарю, и надеюсь, что так оно и будет продолжаться. Спасибо, Господи. Всего доброго. Это был актуальный комментарий от протерея Георгия Климова. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Всего вам доброго.